друзья всем привет хорошего пятничного вечера и мы продолжаем вас знакомить с нашими поставщиками думаю вы уже поняли какие они у нас классные до из предыдущих прямых прямых эфиров если вы планируете ремонт закупаться в свою квартиру и не знаете где же где же да столько выбора столько сайтов много да такой огромный выбор и вы не можете определиться мы вам поможем мы вас знакомим с нашими поставщиками мы уже отобрали лучше и общаемся с ними они вам расскажут о своем производстве и сегодня мы будем общаться с компанией light sonic а конкретно с представителями компании light sonic александром и еленой и они подробно нам расскажут про мягкую мебель значит речь у нас пойдет о дизайнерской мебели мы будем рассматривать особенности так выборами мягкой мебели разберем разные линейки до продукции остановимся на материалах покажут нам александр силе на свое производство как они все это делают все подробно расскажут о какой же до покупать диван если я на нем хочу спать каждый день если не каждый день да если только для гостей раскладывать все рассмотрим обязательно ответим на ваши вопросы в конце друзья вы их пишите задавайте я все вижу и после того как александр с еленой нам все расскажут на все вопросы мы ответим также как всегда мы предоставим промо код 15 процентов скидка две недели на продукцию компании light sonic как ее можно получить можно позвонить нашим менеджером компании рирумс они вас свяжут с комплектаторами и выберите комп и у компании light sonic любое любое что захотите со скидкой 15 процентов класс промо код я выставлю в конце будете его скринить фоткать и и звонить обращаться так ну что она небольшая водная мягкая мебель сейчас вообще такое очень актуальная актуальная тема да если раньше тот же самый диван ну не был акцентным да то сейчас диван это акцент диван от дивана да по сути у нас идет строим весь дизайн что же модно что же модно в двадцатом году ну как всегда это естественно все это связано с эко-эко цвета природного происхождения какие-то до зеленые голубые пудровые что касается дизайна 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 но более такие лаконичные формы они наверное немножко отходят до чем замысловать и интереснее такие вот формы о дивана тем тем лучше но опять же конечно всегда во всем каждый год есть новые актуальные дизайне актуальности всяких и дизайнеры следует им но я считаю так что дизайн интерьера это в любом случае персональный интерьер и для каждого человека он подбирается индивидуально если вам нравится классика используйте классику нравится вам новые тенденции которые есть до двадцатом году используйте их и не обращайте особого внимания да на все эти актуальности хотя если вам нравится можно в принципе себе на заметочку взять так ну что подключаем александра и елену я жду их запрос и уже мы подробно с вами рассмотрим их продукцию они расскажут как же как же они делают свою мебель какие виды бывают как ее использовать друзья обязательно задавайте вопросы потому что в конце в конце мы обязательно на них ответим на все с вами пообщаемся так александр елена я надеюсь вы в прямом эфире я вас жду запроса вашего люди тоже ждут до чтобы мы не тратили время сейчас буду искать вы можете всю продукцию посмотреть на сайте light sonic да и также позвонить нашим менеджерам они вас обязательно свяжут с нашими комплектаторами и с 15 процентной скидкой вы сможете получить продукцию компании light sonic так небольшие у нас заминочки жду я ребят ждем их связи никак и запрос они мне не отсылают возможно какие-то у них технические неполадки друзья давайте пока пообщаемся с вами напишите как меня слышно как видно может быть какие то вопросы мне будем подключать всем привет всем хорошего вечера друзья это не реклама мы вас просто знакомимся с нашими поставщиками подробно чтобы вы убедились насколько они хороши я думаю интересно будет всем потому что расскажем во много подробностей как изготавливается мебель да расскажут как выбрать диван на каждый день да на котором мы будем спать расскажет как же а если диван например да будет редко используется раскладываться раз в месяц для гостей тоже это все покажет какие ткани бывают так небольшие у нас тут да технические неполадки но сейчас мы все исправим быстренько и подключим александра все уже ожидания ждем ждем сейчас александр к нам подключится и мы уже включимся в процесс здравствуйте александр здравствуйте как это елена да мы рады приветствовать компании представляем бренд light sonic и джамни и сегодня вам расскажем о секретах выбора мягкой мебели для начала хотим показать нам вам свое производство вот как изготавливается мебель из чего она состоит вот а потом подробно уже рассмотрим наш модельный ряд и разберемся в особенностях выбора вот давайте елена нам сейчас покажет производства вот а потом перейдем шоу-рум готовы отлично супер мы готовы все ждем ну все поехали один момент сейчас переключусь на елену ага вообще процесс изготовления в нашей мебели это достаточно сложный процесс он состоит из множества этапов вот все начинается с раскроя материала которые к нам приходят они происходят на таких звонках называется форматно расстроечный станок если кому-то интересно то есть здесь мы видим какие-то большие детали дальше у нас есть полярный цех в котором производится мебельные отборы из массива и всякий такой красивый-красивый декор из массива дуба булка и по запросу отделенных заказчиков можем использовать какие-то совсем экзотические породы дерева так переходим до следующий цех а 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 Наши ребята обсуждают актуальные модели. Да, как раз сейчас происходит сборка вот такого очень интересного принесла. Потом расскажем вам, что у нас получилось. Классно, интересно, что это такое. Дальше, поскольку идем по производству, здесь у нас происходит сборка уже перед отгрузкой. Вот у меня сейчас стоит диванчик такой еще не полностью готовый. Чтобы последовательность показать, найдем этот вопрос. Александр, Елена, может быть, у вас есть какие-нибудь наушники, а то вас плохо слышно, далеко от телефона? А я вот так хорошо слышно? Да, отлично, да, сейчас отлично. Да, отлично. Здесь у нас находится цех наполнителей. Вот такой стеллаж, на котором наполнители хранятся. Здесь происходит раскрой. То есть пенополит, то есть пенополит, то есть пенополит, различные плотности. Вот. И вот происходит отбейка. Как раз уже непосредственно перед их отбейкой. Вот здесь у нас обивочные цехи. То есть здесь, например, изделия, которые еще находятся в работе. Вот. То есть тут мы вот так вот стекло. Еще недоделанное. Сейчас будем продолжать работу над ним. И предлагаю сейчас подняться в наш шоурум. И там продолжить рассказ о тканях, о наполнителях, посмотреть модели основные. Вот. Так что приглашаю со мной. Да. Сейчас, здорово. Да, поднимаемся. Давайте подробнее сейчас расскажем, что же мы будем, о чем же мы будем конкретно разговаривать. Да. Значит, смотрите, ребята, у нас шоурум и производство находятся в одном помещении. Вот. Как раз для удобства, чтобы вы могли прийти к нам в гости, посмотреть производственный процесс, ознакомиться с нюансами. Вот. И сейчас в шоуруме мы вам покажем модельный ряд. Несколько моделей наших, которые мы делаем постоянно. Да, стандартная линейка. Все это представлено у нас на сайте. Вот. А также разберемся именно в нюансах выбора. Что важно. Габариты, да, все рассмотрим. Да, да, да. Мерка посадки, форма, стиль. С конструкцией, да, подробно, наверное, тоже познакомимся. Обязательно. Абсолютно верно. Отлично. Итак, давайте начнем с того, что первым делом, первым делом при выборе дивана нам нужно определиться с габаритами. Вот. То есть, когда вы делаете дизайн-проект, обязательно нужно снять размеры, да, чтобы диван у вас встал, как положено, в комнате, чтобы он не закрывал дверной проем. Вот. Если это диван на каждый день, да, то важно выбрать очень удобный механизм. То есть, если вы на нем спите, да, это очень важно, то вам нужно понять, как вы будете ложиться. То есть, два механизма раскладывания есть у нас, продольный и поперечный. Вот. Если вы, соответственно, ложитесь на диван, нужно выбирать диван таким образом, чтобы у вас от головы до спинки или до подлокотника оставалось где-то 5-10 сантиметров. Да. Так, я прошу прощения, да. Вот, 5-10 сантиметров. И, опять же, диван на каждый день должен быть с очень комфортным, удобным механизмом, чтобы вы не мучились. Вот. Вот сейчас данная модель у нас представлена. Здесь, например, представлен диван с механизмом тик-так. Сейчас можем продемонстрировать, как он раскладывается. Он у нас стоит из трех секций. Три секции. Смотрите. Легким движением руки. Да. Да, угловой диван. Можно сделать прямой диван. Можно сделать. Здорово. Очень, кстати, интересная задумка, удобно. Раз, угловой диван. Здорово. Можно сделать вот такой. Своеобразный. Два отдельных штуки мозга. И можно, например, здесь поставить фотосинь и смотреть телевизорки с вино вечером. Вот. И можно окончательно привести его в разложенное состояние. Получится вот такое спальное место шириной метр пятьдесят. То есть, в принципе, два человека совершенно спокойно здесь могут разместиться. То есть, метр пятьдесят на два, правильно? Да. Метр пятьдесят на два, да. Спокойно могут лечь два человека. Здесь вот внутри есть ящик. Сейчас покажу. То есть, какие-то пледики, подушечки, постельное белье можно вот сюда сложить и хранить. Вот. Поэтому, ребята, смотрите, да, при выборе дивана что важно? Во-первых, понять, да, какой это диван. На каждый день будете вы на нем спать или это будет гостевой диван, который будет раскладываться редко. Отсюда уже вы выбираете механизм раскладывания и, соответственно, габариты. Вот. Потом, опять же, по функционалу и по форме. Да, диван может быть у нас прямой, может быть угловой. Да, сейчас мы вам наглядно представили, как это выглядит. Вот. Может быть модульный. Модульный – это когда собирается из отдельных модулей, которые, как трансформер, можно между собой переставлять. Вот. Так. Это, наверное, диван из какой-то стандартной, да, в вашей коллекции, как я понимаю. Поняла, у вас здесь представлены. А по цене? Да, это стандартный диван. Вот. Вы можете смотреть. На нашем сайте, да. Стоит он порядка 86 тысяч. Вот. Розничная цена. Напоминаю, сегодня действует на всю нашу продукцию скидка 15% в течение двух недель. Вот. С нашим модельным рядом вы подробно можете ознакомиться на сайте. Вот. Также хотим показать вам еще нашу стандартную линейку, да. Это кровать. Очень популярны вот такие кровати, невысокие, на ножку. То есть многие люди согласны пожертвовать с механизмом, да, которым хранится, подъемным механизмом, чтобы хранить там какие-то вещи. А в сторону такого более современного легкого дизайна, вот. Поэтому такие вот лаконичные кровати, вот эта вот модель Покон у нас сейчас просто хит продаж. Во-первых, у нее такое очень уютное изголовье, да, когда вы ложитесь, получается такое как бы пространство, да, очень уютное. И потом здесь скидка кровати расположена вот по таким очень удобным динамическим узлом, с таким вот укломом, что вы можете, допустим, очень удобно там лёжа в кровати, да, полулёжа там почитать, опять-таки посмотреть какой-то фильм, то есть облокотившись, как на спинке диван. Вот. И, безусловно, не теряют своей популярности кровати с местом для хранения, вот, то есть выглядит это так, то есть спинка, в данном случае есть две спинки, это тоже такая популярная достаточно модель. Это детская кровати, то есть в основном в детскую, мы стараемся, чтобы место для сна было у ребёнка таким уютным, комфортным, мягким, да, поэтому очень популярные модели вот такие с двумя спинками, чтобы вот ребёнку было так уютно, мягко и комфортно. Вот. Ну, поскольку у детей обычно куча всяких вещей, грушек и прочего, очень часто в детскую заказываются вот именно кровати с местом для хранения, решётка вот такая урокопедическая, на которую кладётся матрас, она поднимается, и здесь вот мы имеем такое достаточно большое пространство, где, в принципе, можно хранить огромное количество вещей. Вот. Плюс таких кровати даже в том, что решётка вот так не закреплена сейчас, что на вот этих царгах, да, царги — это основание, для таких моделей, у них у всех, они все укомплекательные подъёмные чехолки, то есть вот эту ткань, мы можем так соединить, и, в принципе, даже можно, в зависимости от ткани, но зачастую можно постирать даже в стиральной машине. Здорово, это удобно. Да, для детской комнаты это очень удобно, потому что очень часто дети и кушают в кровати, и рисуют, и играют, поэтому такая вещь очень удобна для детских. Опять же, ребята, при выборе дивана, кровати, внимательно обращайте внимание на основание. Основание у вас должно быть прочное, то есть либо это металлокаркас с ламелиями, как здесь, видите, вот, либо это фанера, не меньше 14-й. Мы используем при производстве только фанеру, в отличие от дешёвых диванов, потому что в дешёвых диванах используется ДСП. Вы знаете, да, что ДСП — это непрочный материал, вот, который… Особенно если диван с механизмом, например, у Александра, да, это очень-очень такая опасная экономия, потому что диваны… Очень часто люди задают вопрос, почему вот там в одном месте диван можно купить за 30 тысяч, а у вас такой же диван стоит там 8-90 тысяч. На самом деле, конечно, вот просто так цена не бывает, да, ну, бывает, конечно, и может, да, но в нашем случае, как бы, цена оправдана качественно. То есть, вот, правильно Александр сказал, что все вот эти вот механизмы, они ни в коем случае не должны быть в отречении. Сейчас мы вам поколдим. Такое у нас толщина поколдится. Видите, внимательно смотрите. Потому что диван — это ваш друг, да, ваш помощник. Его нужно выбирать один раз, да, практически на всю жизнь. Потому что у всех назначения разные. У кого-то дети, да, кто-то там болельщик футбола, вот, я не знаю, может быть, вы активно занимаетесь любовью ночами, да, и он должен быть прочный. Вот, представьте, что будет с диваном и с ДСП. Да, естественно, вот все эти клиники, они могут легко выловаться, и восстановить еще такой диван будет невозможно. Вам придет менять каркас, то есть, менять внутренность. Одно дело, допустим, вам надоело ткань, любой диван, если у него нет каркаса, его можно переобить. Вот, но если у вас, по-моему, что-то внутри, это уже будут такие заплатки, которые, по большому счету, ну, тоже временный эффект будет давать. Проще будет вам купить новый диван. В принципе, ну, тут опять-таки у вас есть какие-то задачи, да, но если вы хотите, чтобы ваш диван был, да, то советуем обратить, конечно, на это внимание. Так, а по цене можете сориентировать предыдущие кровати? Вот именно эти образцы, чтобы понимать стоимость. Так, кровать кокона, смотрите, она у нас от 65 тысяч зависит от размера и комплектации, то есть, она может быть с подъемным механизмом, вот, и в разном исполнении. То есть, мы делаем кровати под матрас, вот, то есть, матрас может быть метр шестьдесят, метр восемьдесят, два метра шириной, вот, метр сорок еще, да, вот, от этого варьируется цена. Стартовая 65 у нас, да? Точно не скажу, да, лучше на сайте уточнить, но, по-моему, 62 тысячи. 62 тысячи, угу. Так, одесская кровати? Вот, обратите внимание, опять же, на мягкой изголовье кровати, да, насколько она эргономичная, уютная, мягкая, то есть, это кровать кокон, действительно, вот, я считаю, что очень уютно, да, в такой кроватке будет спать. Ну, да, одна из стоповых. Да. Так, и детская по стоимости? Вот, вот, именно эта модель, да, она, вот, более дрова с тканью, мы сейчас немножко с Александром тоже про ткани расскажем, чем они друг от друга отличаются, да, и вот, а в этой категории ткани с подъемным механизмом вот эта кровать стоит стоимость одна тысяча. Опять же, ребята, еще очень важный момент, да, про основание мы рассказали, вам показали, да, что основание должно быть прочным, очень качественным. Сейчас немножко расскажем вам еще про наполнители. И про ткани. И про ткани, конечно. Я думаю, что, если мы начали с тканей, мы можем посмотреть, какое огромное количество, да, вот у нас здесь шесть стоек, вот такие. Если вы столкнулись с задачей выбрать ткань, то это может быть сложностью для него, поэтому сейчас в двух словах, как бы, про основные моменты выбора ткани вам расскажет, Александр. Да, смотрите, ребята, в чем наше преимущество? Мы делаем мебель не только стандартную, делаем под заказ, поэтому приглашаем всех дизайнеров, розничных клиентов к нам в шоу-рум, вот, они могут выбрать модель под индивидуальный проект, а также выбрать ткань любой фактуры, любого цвета и, соответственно, придерживаясь какого-то стилевого решения. Вот, сейчас покажем вам основные обивки мебельной ткани, вот, самые популярные, вот, и, соответственно, потом покажем вам еще наполнители. Так, давайте, наверное, начнем, да, с рогожки можно начать. Два из популярных сейчас тканей – это рогожка, то есть они отличаются от рогожки, это вид плетения, да, и, соответственно, волокон, 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 волокон. Рогожки тоже бывают, разные фактуры бывают, вот, такие мелкофактурные, более крупнофактурные. Сейчас Александр тоже покажет. Например, такие вот крупнофактурные рогожки. Они могут быть, там, с имитацией, вот, как здесь, например, такой, какой-то полушечной ткани. Еще такой важный показатель, на который нужно обратиться при выборе ткани – это наличие каких-то дополнительных тропиток. Как обычно, все поставщики ткани делают какие-то вот такие вот такие вот маркировки. Если такая маркировка есть, вот, то, в данном случае, здесь циклин. То есть, это имеет покрытие, которое придает ей грязи водоотталкивающей средств, любые какие-то загрязнения, можно легко убрать губкой обычной, пролоновой, с раствором. Вот. И на что еще следует обратить внимание, это на очень много вам будут рассказывать, да, в мебельных полонах, кстати, показатели, тесты, маркировки, такие вещи, да. Ну, я считаю, что основная вещь, на которую надо обращать внимание, во-первых, это просто ткань потрогать, да, и понять, насколько вам вообще она так сильно приятна. То есть, если вы трогаете ткань, вам кажется, что она какая-то, да, вот, синтетическая, неприятная, вот, ну, представьте, что вы будете сидеть на этом диване, как денег, какая бы она красивая ни была, наверное, не стоит вообще эту ткань выбирать. Вот. Потом можно просто вот такой чисто физический провести ткань, то есть вы берете вот этот кусочек, попробуйте его вот так вот в разные стороны потянуть и посмотреть, насколько сильно эта ткань растягивается. В данном случае мы видим, что ткань, как бы, ну, практически не тянется, то есть не может ткань, но это в любом случае, да, у ткань это обязательно ее свойство. Но если вы не тянете, да, она как у вас, как шелок, да, растягивается в разные стороны, то, собственно, можно сразу сделать вывод, что будет у вас с этим диваном через год, потому что вы сходите с постоянной нагрузкой, естественно, в то место, в которое человек, если вы присаживаетесь, то вы умеете со временем нагрузиться в такой ткань, и эта ткань будет просто вот, чехол будет деформировать быстро. Потом можно попробовать вот так вот смять, да, и посмотреть, как она восстанавливает форму. Вот в данном случае мы видим, что ткань как бы вернулась к своему прежнему состоянию, вот мы ее так вот прям по гробу смяли, да, и расправляем, она практически вкладок на ней не остается. Вот, если у нас есть какой-то пульс, здоровая ткань, ну, мы стараемся такие ткани не использовать, и сразу их там откладываем, отвешиваем, попробуем найти какой-то вариант, если где-то он попадется. Да, опять же, ребята, смотрите, обратите внимание, да, по поводу пропитки, то, что Лена сказала, вот эта ткань с пропиткой, она не пропускает жидкость, то есть если что-то вы прольете на нее, она обладает водоотталкивающим эффектом, и вода с нее скатывает, то есть ни чай, ни кофе, ни вода, да, вам не страшны. Вот, опять же, вот эта табличка изи-клин, если вдруг какое-то запрязнение есть, вы всегда легко можете ее мыльным раствором, да, там, тряпочкой, губкой помыть, протереть, она легко выпустится, вот. Но на что стоит еще внимание обратить, если рассматривать рогожку, да, если рогожка, это у нас переплетение нитей, да, вот, если у вас есть животные, кошечки, да, собаки, смотрите, они легко могут эту нитку зацепить, вот, и распустить эту ткань, поэтому не рекомендуется рогожка для домашних животных. Мы сейчас вам покажем другие ткани, они более гладкие, да, с эффектом антипоготь, вот, которые вам сохранят эту ткань надолго. Так, давайте сейчас посмотрим, наверное, тут-то. Давайте сразу антипомить посмотрим, да, я считаю, уже Александр начал эту ткань, значит, надо показать, что это, ткань такая волшебная, которую все называют антипомить, да, на самом деле эти ткани, все профессиональное свое название, они называются флопом. То есть эта ткань, ее отличие в чем? Эта ткань, в отличие, там, от рогожки, филюра, милы, эта ткань, она не ткется на ткацком станке, да, то есть она делает совершенно по другой технологии. Берется основа, вот, в данном случае такая основа, она выстилается, и вот это покрытие, оно в специальных камерах напыляется на эту основу, вот, как снежок такой падает, да, на эту основу, и вот в несколько этапов она вот так покрывается вот этим вот покрытием. Тактильно такая ткань очень напоминает, наверное, замшу, да, или какой-то ноутбук, вот, она тоже бывает разные фактуры, может быть, вот такая вот, как бы такой, так называемый таш-эффект, да, то есть она такая, как бы, немножко такой у нее побитый слегка вид, да, но тоже в изделиях очень красиво это выглядит, вот, может быть, она такая более однородная, может быть, тоже сейчас вот для современного кандинавского интерьера вот такая коллекция появилась в ткани, она такая вот с эффектом, как будто шутяная такая, как панюшка, на самом деле это тот же флоф антивандальный, вот, вот, его антивандальность именно, как бы, заключена в этом секрете производства, что это не тканный материал, а вот произведенный вот по этой технологии. Многие опасаются, да, потому что флоф, в принципе, появился достаточно давно на рынке, да, и, действительно, там, в 90-х, наверное, годах, когда он только появился, сначала были такие очень хорошие, дорогие ткани, а потом рынок заполонили вот эти дешевые флоки, и очень многие люди, которые приобретали тканы вот в этой ткани, они столкнулись с тем, что эта ткань может, как говорится, вот, если по-простому сказать, лысить, да, то есть вот это покрытие, оно вытиралось, да, со временем, ну, поскольку это было напалено, да, сверху, но имело свойство вот протираться, и оставались такие, как проплёшин в этой ткани, вот, и многие заказчики сейчас приходят, когда мы эти ткани показываем, они говорят, ой, нет, у нас уже такое было, вот у нас такая проблема была, хочу успокоить, что сейчас, ну, таких тканей практически никто не пропускает, даже, в принципе, китайские ткани, ну, хорошего такого, достойного уровня, они, в общем, очень качественные, и долго-долго вам прослужат, в общем, вам быстрее надоги с диван, чем протрётся такая ткань. Вот, ещё одно волшебное свойство этой ткани, то, что любые загрязнения с неё удаляются только влажной салфеткой, ну, не отдаётся никакого кариона. Вот, если вы просто влажной салфеточкой протирли, не надо там никакого мыльного раствора, никаких, в общем, специальных средств, всё, совершенно легко, удаляется, никаких следов, разводов на таком диване у вас не будет. Вот, потом, значит, следующий, такой популярный тип ткани – это велюр. Да, обратите внимание, он настолько мягкий, приятный, тактильно. Вот, мы в основном делаем из него кровати, по большей части. Вот, как раз очень нежные, приятные цвета на раскладке можете посмотреть. Да, сейчас вам покажем ещё варианты. Посмотрите, какая богатая цветовая гамма. Можно выбрать практически любое оттенок, да, очень, такая большая бежевая палитка, такая желто-горчичная оттенка, красивые красные цвета, ну, в общем… В общем, дизайнерам есть где разгуляться, да, есть из чего. Да, красота. Поэтому, ну, и так, нужно, чтобы в двух словах тоже, чтобы сильно не загружать, да, ещё есть один вид ткани – это шинил. Шинил, почему такое название, да, оно произошло от французского слова, что шинил французского переводится как гусеница. То есть, особенность этой ткани в чём? Эта ткань тоже стеклится на сказком станке. Она стеклится из такой ниточки мохнатенькой, да, наверное, ассоциация с гусеницей есть некая. Ну, и эта ткань, она вот такая вот, как бы немножко мохнатенькая, да, если вы у потрогите, она такая вот ворсистая, пушистая, вот, но в то же время, в отличие от велюра, если велюр, он такой однородный, здесь видны вот такие вот, как бы, ну, направления нитей, да, разные. То есть, это такое нечто среднее между промышленностью и гусеницей. То есть, она такая мягкая, пушистая, и в то же время она имеет такую фактуру достаточно интересную, то есть, очень много там принтованных всяких тканей, из шинила, сейчас популярных, вот я вижу здесь, Александр... Как раз подобрал образец. Подобрал, да, он работал с такими тканками, тоже тут много таких интересных штук, да, и зигзаги, и полосочки, и горошки, вот. Ну, в общем, принтов, в принципе, достаточно много. Сейчас очень популярны только вот такая ткань, как бы более спокойные, да, принты, тоже такие в скандинавском стиле, очень классная из них, получается, мебель, совершенно шикарные диваны. То есть, здесь уже поставщики предлагают вот такие вот, как бы, комплекты, да, мы можем выбрать основную ткань, допустим, какую-то базовую, и сделать там компаньоны, какие-то дефоративные подушки из каких-то вот таких вот принтованных тканей. Тоже такая очень приятная палитра, вот, причем здесь вот у этой ткани в составе натуральный дом есть, и она такая вот так очень-очень приятная для тех, кто вот, кто особенно, кому нравится, вот такие таксильные ощущения натуральных тканей, прям, в первую очередь. Очень красивая, натуральная, суперэкологичная, вот, очень советуем. Опять же, да, вот, Лена уже сказала, как мы обычно делаем, сейчас очень модно делать диваны, и кресла, допустим, из однотонной ткани, вот, а уже подушки делать вот такую геометрию, к примеру. Ну, вы знаете, наверное, да, в проектах очень многие дизайнеры сейчас пользуются как раз этим приемом. Да, очень упрощает выбор. Да, подбор диванов, кресла, подушек, это очень удобно, действительно. Да. И смотрите, всегда обращайте внимание на состав ткани и на плотность ткани, потому что, вы знаете, да, этот маркетинговый код, все говорят, Мартин Дейл 50 тысяч, 60 тысяч, там, 100 тысяч и так далее. Вот, Мартин Дейл это что? Это, грубо говоря, коэффициент истираемости, то есть один раз сели в стали, вот, это один Мартин Дейл. Вот. Но самое важное, обращайте внимание на плотность ткани. Так, где у нас плотность, например, покажем, да, отличие. Ну, не важно, то есть на любой ткани, на любой маркировке, есть указатель для плотности. Сейчас мы вам найдем. Вот, например, смотрите, 45 тысяч циклов написано, да, вот, и плотность 406 грамм на метр квадратный. То есть, чем больше плотность, тем ткань более практичная. Если написано, там, плотность, например, 200, да, 200, там, 30, а устойчивость к истиранию написано 100 тысяч циклов, не верьте этому, это обман. Так, сейчас вам показан, наверное, еще одну ткань. Вот можно микро-шенил показать, из которой мы как раз делаем кровати. Вот, смотрите, мы вам показывали шенил. Видите, да, такая фактура у него, текстура идет такая грубоватая. Вот, а микро-шенил – это то же самое, но уже с мелкой текстурой. Обратите внимание. Вот, очень популярна, кстати, вот эта ткань на изголовье кровати. Посмотрите. Так, ну, еще, наверное, давайте покажем вам эко-кожу, да, очень многие заказывают диваны из эко-кожи. Вот, тут тоже нужно внимательно отнестись, ребята, к выбору эко-кожи. Дешевую эко-кожу брать нельзя, потому что она рассыхается. Рассыпается. Рассыпается, да, и срок годности у нее, ну, от одного до двух лет. Вот, поэтому берите эко-кожу практичную. Вот, опять же, с высоким коэффициентом Мартин Дейл. Вот. Вот это как мотность ее. Да, смотрите, мотность снимания. Попробуйте, да, попробуйте ее также потянуть. Если она у вас как резинка во все стороны тянется, то, в общем, даже не стоит с этим связываться. Да. Фактур эко-кожи также огромное количество, да, вы видите, в лапке достаточно фактура. Вот. Есть вот таким вот эффектом. Сейчас я на свет вам покажу. То есть такая эко-кожа с выработкой, видите? Да. Вот. Поэтому каждый подбирает, опять же, под свой стиль, вот, и под ту фактуру, которая ему ближе. Вот. Но, опять же, я вам советую всегда лучше прийти в шоу-рум, посидеть, потрогать это рукой, да, вот, чтобы вам было всегда приятно. Потому что по картинке выбирать, конечно, не очень интересно. Вот. Ну и давайте, наверное, плавно мы перейдем уже к наполнителям. Да, по обивке все понятно, все рассказали. Теперь нужно обратить внимание на наполнители. Вот. Вот сейчас покажем вам. Надюша, не будем сильно, как бы, да, загружать наших слушателей. Наверное, обратили внимание, да, внизу, когда мы заходили в наш ответственный цех, наполнители, что наполнители, они такие веселенькие, разноцветные, да, они разноцветные не просто потому, что так поставщику захотелось, и он пришел в разных цветах покрасить, потому что они все отличаются. То есть они отличаются двумя показателями. Это плотность и жёсткость. Вот смотрите, на маркировке идет две цифры. 30-30, да, первая, это идет плотность, 30-ая, и 30-ая жёсткость. Вот. Опять же, в чем отличие дешевые 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 кладут поролон, белого цвета, вот, и плотность у неё идет 15-ая, 18-ая, это поролон, который рассыпается в течение года. Не, на самом деле, цвет поролона, вот у нас здесь тоже есть, допустим, белый поролон, да, цвет поролона, он, в принципе, при какой-то в хорошем, да, качестве, он тоже может быть белым, да, тут ещё имеет значение вот эти вот первые дешевые, да, ну, тут, в общем, это, на самом деле, такой момент, который, в принципе, обычный, когда обыватель, да, по всему счёту, проведет никак не может, на самом деле, потому что никто вам, ни в таком магазине, да, ни на каком подиуме, никто не будет вам открывать диван, да, и показывать его начинку, а потом, нет никакой гарантии, собственно говоря, что, даже если где-то вот есть тоже такой рекламный код, да, где-то стоят диваны, и вы можете там приоткрыть и посмотреть, что внутри, нет никакой гарантии, что вам придёт ваш диван, и там внутри будет там тот же самый наполнитель, что и стоял там в шоуруме где-то, это духовно добросовестный, да, производителя, что он использует, такие материалы, и опять-таки, это определяет цену изделия, потому что, если вы видите, что диван там стоит, 15 тысяч рублей, да, в некоторых магазинах можно там и за 15 тысяч рублей диванить. Чудес не бывает, ребята, да. Да, ну, даже вот если логически рассуждать, что, в принципе, мы знаем там, да, что сейчас там джинсы, да, стоят, ну, хорошие там, не меньше там 5 тысяч уже до бесконечности, то диван как бы за 15, это уже как бы, думаешь, ну, из чего же он сделан, да, если он столько стоит, потому что мы даже вот просчитывали, ну, при самой такой бюджетной комплектации, такой себестоимости, соответственно, в розничной цене, естественно, должна быть какая-то и заложенная прибыль производителя, да, помимо стоимости материалов, то есть, ну, мы все знаем, да, что никто бесплатно не работает, естественно, все закладывают еще свою прибыль в это изделие, поэтому, ну, такая цена, конечно, она должна, ну, вы должны понимать, что приобретая такой, я не отговариваю, конечно, ни в коем случае, потому что на каждое изделие есть свой покупатель, но если у вас есть задачи, там, купить, Иван, не на полгода там съемную квартиру, а долго им пользоваться, он стал вашим любимым дружем, да, наверное, не все, но единственный момент, который вы можете вот в плане наполнителя, наверное, сами оценить, это вот наполнитель memory form, да, если вам нравится такой эффект, что это значит, то есть, вот он, есть обработка наполнителя, он, первая буковка у него вегия, это значит, вязкая эластика, высокая, на полеуретан, да, его эффект означает в том, что когда садитесь, да, он приниман в форму вашего эффекта, вот, и встает, и он так вот постепенно восстанавливает, восстанавливает себя достаточно быстро и вот, как бы, в полном объеме, то есть, он не просядет со временем, вот, а будет, вот у вас эффект такого просто плавного утопания в диване, то есть, кому-то это нравится, кому-то не очень, то есть, у нас есть покупатели, которые присутствуют у нас такой диван и говорят, ой, нет, это ощущение, что меня куда-то там болото затягивает, да, кому-то наоборот очень нравится, кто-то садится, и сказать, ой, ну все, вот я расслабляюсь, я утопаю, мне хорошо, да, тут опять-таки, это, безусловно, такой диван стоит дороже, потому что это высокоэластичная пена, да, вот, прям показываю, да, ее эффект, вот, мы ее сминаем практически, такие вот маленькие кусочки, и потом она вот так устанавливает свою форму, вот, естественно, это как бы, да, более сложная технология производства, более сложный состав здесь, естественно, она стоит дороже, но прежде, чем такой диван покупать, надо обязательно попробовать на нем посидеть, да, потому что, вот я говорю, у нас есть такие заказчики, которые приходят, вроде они там наслышанные, вот мы хотим там диван с memory form, но садятся и говорят, нет, это вот мне такое не нравится, да, поэтому, как бы, лучше все-таки вот такие вещи тестировать, как говорится, собственно, копой диван, выбирать, все-таки, конечно, ну, желательно попробовать, да, если у вас есть какие-то сомнения, да, если вы уже пользовались диваном с таким наполнителем, вам понравилось, безусловно, можно запасать даже через интернет, мебель, да, и у нас есть возможность такая, то есть не обязательно приезжать к нам в шоуру, вы можете также выбрать на сайте модель, потом созвониться с менеджером, да, вас проконсультируют, мы можем через WhatsApp отправить вам там фото, видео, всех тканей, обсудить там наполнитель, какой вы хотите, помягче, пожестче, вот, потом еще большой плюс нашего производства в том, что любой диван, даже стандартный, который у нас представлен на сайте, он может быть выполнен в любом размере, вот, то есть это, безусловно, как дополнительная опция, да, она там будет рассчитана, немножко по другой стандартной, но это не какая-то космическая наценка, но обычно это около 10% изменили стоимостью в ближайшем, то есть вы можете, допустим, видите, что у нас стандартный диван там 2 метра, а вам нужно там 2 метра 17 сантиметров диван сделать, все это возможно, как бы такие вещи, особенно как бы дизайнеры очень часто такие вещи любят, да, что, если у вас есть какая-то ниша, чтобы не было нигде никаких там зазоров, щелей, мы можем, допустим, сделать четко по вашим размерам, в этом случае, да, если нужно, у нас есть замерщик, который выезжает на объект, снимает все размеры, вот, также у нас есть услуга, у нас может выехать к вам менеджер с тканями, с образцами тканей, вот, все показать, рассказать, вы можете приложить их дома там к стенам, где ты у вас уже закончен ремонт, или, допустим, если вы выбираете там обои, у вас там кусочек обоев где-то есть, тоже это очень неплохо, да, и к нам приезжаете очень здорово, когда, ну, вот, дизайнеры в этом плане, такие люди более опытные, да, если касаться всех заказчиков, хочу посоветовать, это очень такая хорошая практика, если вы едете выбирать диван, возьмите какой-то там, наверняка есть у вас небольшой выкрас, там, если это выкрас стен, или там кусочек обоев, кусочек пакета, потому что очень часто к нам приходят заказчики, глаза разбегаются, вы сами видели, какое огромное количество тканей, выбрать действительно так сложно, если вы ни к чему не привязываете, приходит человек и говорит, я хочу там серый диван, ну, серых тканей, как говорится, это даже просто не о чем, мы их, наверное, кто-то не встречал, поэтому лучше, конечно, какой-то кусочек чего-то взять, да, или если вы работаете с дизайнером, то лучше, наверное, попросить дизайнера, чтобы в тот момент, когда вы уезжаете к нам, чтобы он мог связаться с вами и какую-то информацию вам дать. Вот, я передаю дальше Александру слово, он заключительные моменты про наше производство расскажет, вот, я со всеми прощаюсь, очень была рада пользоваться в этом интере, вот, поэтому желаю всем успехов, удачных интерьеров классных и, безусловно, удачных мебельных спокойствий. Да, спасибо тебе вам большое, все подробно рассказали, да, у нас прям буквально пару минуточек осталось, друзья, я выставляю промо-код, поэтому, так, промо-код у меня не хочет отображаться, вот так вот. Можете, можете, отобразился, отлично, нашелся. Да, друзья, скриньте его, фоткайте и обращайтесь к нам в ReRooms к нашим менеджерам, наши менеджеры вас ориентируют, как получить скидку 15% на продукцию компании Lightsonic, звоните, обращайтесь, у вас есть две недели на скидку. Так, Александр, пару минут у нас с вами осталось, да, как-то завершить, допустить итог. Да, смотрите, еще пару слов о наполнителях, да, сейчас прям хотел добавить, секундочку, переключу камеру, значит, смотрите, про вязко-эластичный пенополиуретану, хотел добавить, это космическая разработка корпорации NASA, вот, поэтому, если вы хотите мягкий, удобный диван, да, обязательно, вот, придите к нам, попробуйте его в деле, это сейчас тоже топ-продаж, вот, и, опять же, когда приходите выбирать диван, спрашивайте, какая плотность у пенополиуретана, все, что ниже плотности 20, все это низкокачественный пенополиуретан, мы работаем с пенополиуретаном плотности от 25 до 35, имейте это в виду, вот, ну, и опять же, что хотел сказать в заключение, мы всегда рады видеть вас, у нас в гостях, можете посмотреть наши стандартные линейки, прийти, соответственно, к нам в шоурум, вот, также мы показывали вам огромный выбор тканей, приходите со своими проектами, со своими задумками, мы каждый проект тщательно проработаем, подберем вам тот дизайн, фактуру, цвет, который вам нравится, хотите с дизайнером, хотите, сами приходите, мы всегда рады ответить на все ваши вопросы, вот, ну, и в заключение, если остались у наших слушателей какие-нибудь вопросы, пожелания, пожалуйста, готов ответить, задавайте, пожалуйста. Так, вот тут был вопрос, какой материал используется в наполнителе, но я думаю, уже ответили на него, да, все подробно рассказали, понятно, про цены был вопрос, но цены мы тоже рассмотрели, в принципе. Да, значит, по модельному ряду я могу сказать так, значит, мы работаем в среднем сегменте, цены у нас начинаются от 20 до 150 тысяч, вот, такая вилка, то есть 20 тысяч это маленькие диванчики либо кресла, 10-12 тысяч это пуфики, можете посмотреть у нас на сайте, ну и, соответственно, диваны уже размеры king size, да, большие, они вот уже переваливают за отметку в 100, но это уже полноценный большой диван для всей семьи с большим спальным местом, с удобным механизмом дельфин. Здорово, отлично, было очень приятно с вами пообщаться, так интересно все, взаимно. Взамо. Очень много подробностей для себя, да, я тоже открыла, как же подобрать диван, теперь я знаю, что клиентам говорить, на что обратить им внимание. Спасибо вам большое за этот прямой эфир, друзья, всем хороших выходных, Александр, спасибо еще раз. Да, вам, вам спасибо, да, хороших выходных, приходите в гости, ждем вас, пишите в личку, добавляйтесь, отвечу на все вопросы. Обязательно, думаю, кто-нибудь придет, все, друзья, всем пока-пока, всем удачи и хороших выходных. Да, счастливо, пока-пока.